Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Пятница, 16 июня и хотел сказать, что через неделю, именно 26 июня, стартует новый набор онлайн-курса персональной инвестиции. Это трехдневный курс. На данный курс приглашаю всех начинающих трейдеров и тех трейдеров, кто хочет дополнить свои знания методами торговли Price Action. Вернемся к нашему обзору. Начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар вчера мы видели уход ниже минимума в предыдущей торговой сессии, именно 14 июня, что в свою очередь нам говорит о начале нисходящего движения по данной паре. К тому же мы видим, что пара хоть и подходила в области к 1.13, но закрепиться у этих уровней пока еще не смогли. Поэтому на текущий момент тенденция на снижение будет в приоритете, по крайней мере, пока в краткосрочной перспективе до локальных уровней в области 1.11. Пара британский фунт и американский доллар также находятся на текущий момент нисходящей тенденции. Обновили минимумы 14 июня область 1.27.21. На текущий момент скорректировались в область сопротивления 2.7.70 и ближайший разворотный уровень для начала покупок по данной паре находится в области 2.8.18. Приоритет продаж будет до тех пор, пока пара торгуется ниже данного уровня. Пара австралийский доллар и американский доллар на текущий момент находятся в восходящем движении. И ближайший разворотный уровень находится в области минимума 13 июня, значение 75.24. Ближайшая цель по движению по австралийскому доллару находится в области 76.34 для восходящего движения. Пара американский доллар и японская иена также вчера обновили локальный максимум в область максимумов 14 июня, значение 110.31, что в свою очередь нам говорит о начале восходящего краткосрочного движения по данной паре. Перерастет ли это движение в среднесрочное, уже будем смотреть далее. Пара американский доллар и канадский доллар также вчера обновили локальные максимумы. Закрепились выше отметки 1.32.70, что в свою очередь нам говорит о начале также восходящего движения и по данному инструменту. Ближайший разворотный уровень находится в области 1.3166 минимум 14 июня. Пара еврофунт продолжает свое нисходящее движение. Ближайший разворотный уровень по данному инструменту находится в области 0.8807, максимум, который был зафиксирован вчера. Золото после ухода ниже отметки 1.259 долларов за тройскую унцу продолжает снижаться. Ближайший разворотный уровень для начала покупок по данному инструменту находится в области 12.266 долларов за тройскую унцу. На текущий момент тенденция на снижение продолжается. Нефть марки Brent вчера торговалась в достаточно узком диапазоне, поэтому на текущий момент можем отметить то, что тенденция на снижение продолжается. А ближайший разворотный уровень находится в области максимумов 14 июня, значение 48.50. Индекс доллара также вчера ушел выше максимумов 14 июня, значение 97.10, поэтому сейчас в рамках краткосрочной тенденции мы видим укрепление и по индексу доллара. DAX 30 вчера также обновил локальные минимумы, ушли ниже отметки 12.775, поэтому сейчас более вероятно снижение в область 12.526. Уже после завершения данной коррекции можно рассматривать ситуацию на покупку по данному инструменту. Отметим то, что в краткосрочной перспективе по основным инструментам мы видим рост именно доллара и посмотрим, как у нас будет происходить данная тенденция уже на следующей неделе. Напоминаю, курс персональной инвестиции с 26 июня, всех на него приглашаю. Идти он будет 3 дня, понедельник, среда, пятница в формате вебинаров и буду рад вас на нем видеть. Всем спасибо за внимание, как всегда ваши вопросы оставляйте под комментарием и всем желаю хороших выходных. Всем спасибо и до свидания.